Сегодня мы расскажем вам о 82-летней отшельнице, которая поселилась на берегу озера Байкал и славится своими озарениями и сбывшимися пророчествами. Бабушка Любовь Мореходова называет себя хранительницей Байкала. Она прожила тяжелую жизнь, потеряв самых дорогих людей. Но оставшись в полном одиночестве, не собирается погибать места силы и первозданной природы, которые приносят ей озарение и невероятный душевный покой. Любовь Мореходова живет скромно, сама ведет хозяйство, а озеро дарит ей и воду, и пищу. Истинное счастье, по мнению прозорливой бабушки, это жизнь в гармонии с собой и природой, с окружающим миром. Это не творить злодеяний, потому что они в том или ином виде обязательно вернутся к человеку. Так возвращается и добро, и это не пустые слова, как многие привыкли думать из-за кажущейся их банальности. Этот выпуск посвящен пророчествам Любови Мореходовой о дальнейшем будущем России и мира. Сейчас небольшая рекомендация. Большинство людей не знают историю своей страны, поэтому нам постоянно пытаются навязать ложный взгляд на события. Только зная историю, вы сможете понимать, что и почему происходит сегодня на самом деле. И чтобы не стать жертвой манипуляций, рекомендую подписаться на YouTube-канал Лекторий Достоевский, один из лучших каналов по истории. Там вы в простом и интересном формате сможете узнать о различных периодах нашей страны и известных личностях. Как жили люди прошлого, во что они верили, каких успехов достигала Россия и какие ошибки были допущены. Об этом и многом другом на канале Лекторий Достоевский. Только проверенная историками информация и самые интересные факты. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Еще несколько месяцев назад мы в одном из роликов предупреждали россиян о том, что в середине лета, а именно в конце июня или в июле, как астрологи, например, Светлана Драган, так и провидцы, говорили о предательстве России. Все гадали, кто, какая страна из тех, на которые совсем не думаешь, может так поступить. Кто-то грешил на Китай, кто-то особенно мнительно говорил даже о Белоруссии. Но, как показала жизнь, речь шла не о предательстве каких-то сторонних государств, а о некоем предательстве внутри самой России. Сегодня же мы видим, как в этой стране президент обращается ко всем, кто не может в столь сложный период для страны найти между собой общий язык. Мы становимся свидетелями того, как в очередной раз сбываются озвученные предсказания. И многие из вас наверняка уже не помнят, а что же последует за этим предательством, судя по предсказаниям пророков и ясновидящих. Весь плейлист с этими предсказаниями уже обновлен, и все подробности каждого пророчества по ссылке в описании. Переходите, смотрите. Мы лишь сейчас выделим главное, а позже, так как одно следует из другого, вернемся к предсказанию байкальской отшельницы. Итак, пророчества говорят о том, что после предательства президенту Российской Федерации предстоит исполнить важнейшую задачу за весь путь его правления. Именно для этой задачи создатель выбрал этого человека, как много лет назад пророчествовал еще пастор из США Рик Джойнер. Задача заключается в том, чтобы принять правильное решение. Сегодня от его решения зависит будущее всей страны, и если оно, так как человек все же наделен свободной волей, в силу этих причин окажется неверным, судьба России решится не самым лучшим образом. Однако святые праведники говорили, что Бог и сама Богородица хранит Россию. И именно по велению Создателя был выбран человек, который в самое сложное время не только спасет Россию, но и в дальнейшем приведет ее к процветанию и господству на планете, как самую духовно развитую державу в мире. Что Создатель избрал на роль лидера России, уникального человека, обладающего врожденными качествами такого ума, силы духа, сознания и воли, которые в переломный момент предательства России помогут принять ему единственно верное решение. А значит, чтобы не пытались сотворить недруги, как внутри страны, так и за ее пределами, эти попытки не увенчаются успехом и будут оставлены. Напоминаю, гений математики Сиди Кавган, чей интеллект взяли под защиту ЮНЕСКО как достояние всего человечества в своем последнем пророчестве о России и мире, смотрите его также по ссылке в описании, называл середину июля самым опасным временем не только для России, но и для всего мира. Он же подтвердил пророчество Рика Джойнера о лидере России, вычислив по таблице прогнозирования, что именно Владимир и никто другой не мог вступить во власть в начале 21 века, что его личность была, что называется, предизбрана для этой миссии, будто его готовил на эту роль сам Создатель. Что в это время именно от его правильного решения будет зависеть дальнейшее будущее России. Также напоминаю, что по общим прогнозам эта цель есть победить зло, освободить Россию из-под влияния, поставить государство на путь величайшего роста и процветания. С сожалению, можно отметить лишь то, что по окончании этой миссии пророчества сообщают о внезапном уходе лидера со своего поста. Какова будет причина, пока не ясно. Однако же вернемся к пророчествам Любови Мореходовой, которые плавно вытекают из всего, о чем мы говорили ранее. Байкальская отшельница сообщила всему миру об итогах противостояния России и Запада, так как сама Украина стала анти-Россией, по мнению бабушки, не самостоятельно. Будет так, сказала она. Россия всех победит. А они еще придут просить прощения. Я хранительница Байкала. Я вижу будущее России. Напоминаю, подобное пророчество есть у великого старца Серафима Саровского, а также у афонских подвижников, что рассуждали о будущем земель России в 21 веке. Многие говорили, Россию выбросят, а потом сами будут просить вернуть все так, как было раньше. И, очевидно, эти слова касаются Европы. Что же до США? Так относительно этой страны, за все время, что мы собираем пророчества о будущем, мы не нашли ни одного благоприятного прогноза на долгосрочную перспективу. Кто-то говорит, что США просто проиграет и распадется, а кто-то, что этот участок суши вообще перестанет существовать по причинам, не зависящим от людей. Нам сложно судить, случится такое или нет. Но байкальская провидица также говорит о том, что у этой страны будущего нет. Будто бы под гипнозом, который сегодня смело можно называть машиной пропаганды, люди во всем мире теряют рассудок и оказываются во власти неверных мыслей и установок. Оттуда идут и все их неверные поступки, которые кажутся людям прозревшим, невообразимо ужасными и такими, что не имеют оправдания. Помнится, и святая блаженная Матрона Московская говорила о 21 веке, что люди, как под гипнозом, сами не свои, и это погубит тысячи жизней. Что нужно молиться и просить Бога о том, чтобы он дал сил на прозрение и понимание истинной сути вещей. Цитата из пророчества прозорливой отшельницы Любови Мореходовой. «Все, кто на нас ополчился, они будут на коленях просить, чтобы мы приняли на нашу землю обратно и в нашу страну. Россия жила и долго будет жить, и будет существовать много веков. Никто ее не победит». Конец цитаты. А это значит, что несмотря на все трудности, на предательство, на происки недоброжелателей, лидер России с честью и достоинством выполнит свой долг, свою миссию и оправдает все надежды небес и многонациональной страны. Сегодня у провидцев нет сомнений, он сделает все правильно, и его решение станет единственно верным. Что касается непрозревших или тех, что будто под гипнозом, так это напрямую касается в том числе и так называемых гастролеров, что в самые тяжелые для страны времена решили посетить такие страны, как Израиль, Италию и другие, а не размениваться, к примеру, на Донбасс. Любовь Мореходова предсказывает их возвращение. «Нет им прощения, понимаете? Потому что в трудный час нашей страны мы должны быть все вместе, всей кучей, всей силой. Нужно всем как один сплотиться. Идет подъем, и мы все это осилим. Все, кто нас сейчас, кто на нас ополчился, они могут потом, мы выстоим, и они будут на коленях нас просить, чтобы мы их приняли на нашу землю, на нашу страну». В один день убитые духом и сломленные не вернутся в Россию. Но их будущая жизнь здесь обречена на постоянные воспоминания о предательстве Родины, так как более никто в новом пробудившемся обществе не станет с ними церемониться. По крайней мере, сама Отшельница утверждает, что прощать таких людей не стоит, ведь предавший однажды всегда готов повторить свой поступок. И понятно, что вернуться они не от большой любви к Родине, а потому что за бугром станет совсем невыносимо, ведь такие люди всегда ищут выгоду в первую очередь для себя и готовы на все ради собственного комфорта и удобств. Что же до страны, так ее будущее интересует таких людей лишь в контексте собственного блага, которое часто сегодня они не связывают со своей исторической Родиной. И все же время идет, и пророчество говорит о том, что свою жизнь многим из тех, кто уехал, придется доживать именно в России. Также провидица поведала, что недруги России еще не раз пожалеют о том, как поступили с ней, ведь вся ее будущая история будет связана с беспрецедентным ростом и процветанием. Также начнут свой путь наверх страны, брошенные и всеми забытые, многие из которых уже к середине 21 века будут процветать. Очевидно, совместными усилиями великих мировых держав будет достигнут мир и гармония там, где ранее это мешали сделать другие страны и пытались нечестным путем сохранить присутствие там, где им вовсе не место. Есть пророчество о том, что 21 век – это время воцарения справедливости, когда через тяжелый путь люди вступят в новую эру духа. Когда людям предстоит вернуться к своим истокам, многим предстоит доживать свой век на исторической родине. Это время развития и становления многополярности, когда власть уже более никогда не будет сосредоточена в одних руках, а мировые решения будут приниматься, исходя из общих интересов каждой отдельной страны. Хорошо это или плохо, нам еще предстоит увидеть. А это были пророчества байкальской отшельницы Любови Мореходовой. И верите ли вы в такое будущее? Давайте обсудим в комментариях. Если видео вам понравилось, не пожалейте лайк и подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть ролики о будущем. Спасибо за просмотр, до новых встреч!